Всем привет! Очередная лабораторная работа для нашего института транспортного. Практически уже ее замонтировал маленько, осталось сегодня доделаю. Называется кодирование и декодирование сигналов телеуправления и телеконтроля. Тумблера мы будем задавать кодовую комбинацию какую-то. Здесь будет идти передача как бы и дальше прием. Можно будет задавать ошибки в этом коде. И дальше уже идет декодирование и оно отображается в различных, как сказать, видах кода. Вот тут двоичный код, двоичный десятичный код и код Грея будет. Декодирование кода Хемминга будет. Декодирование циклического кода. И вот дальше внизу уже результаты декодирования. Без ошибки, исправление ошибки, ошибка. И номер разряда, наверное, где была ошибка. Такая вот интересная штука. Чтоб студенты имели представление вообще, как это все происходит. Кодирование, декодирование. Сзади, конечно, пока выглядит все очень страшно. Вот на этом месте будет плата стоять. Вот я на макетке ее паял. Пока вот так все это висит. Но потом все в платье подцепится и будет симпатично и аккуратненько. Вот сама плата. То есть сейчас пока на время теста так на столе мы подцепили к ней вместо тумблерочков. Вот такие вот я дип-переключатель напаял. Чтоб можно было проверить светодиодики. Сейчас идет отладка, то есть контроллеры. Для контроллеров программа сама основная пишется. А потом уже эту плату будем цеплять туда. Вот так вот все это сзади выглядит. Целый день убил, чтобы ее спаять. Ладно, как спаяем, надеюсь, включим. Покажу, как это все выглядит вживую. Ну вот, доделали мы лабораторную работу. Осталось только кнопочку питания и шнур сделать. В общем, я честно признаюсь, сам пока не знаю, как это все работает. Только главному инженеру, разработчику это все ведомо. Он это все сидит сейчас проверяет, отлаживает как бы. Ну вот, задается здесь какая-то комбинация кодов. Дальше нажимаем мы на передачу кодовой комбинации этой. Здесь демодулятор это все принял, расшифровал. Как бы вот что здесь отправили, то и прилетело. И дальше идут разные всякие декодированные микросхемы, или как правильно сказать, не знаю, декодер, короче, сигналов. В разных кодах можно выбрать бин-хекс, 8 бин-хекс, 7 бин-хекс, бин-дек. Двоичный десятичный код, код Грея, включение ДС Хеминга, не знаю, что такое ДС. Ну, кто как бы в теме, тот разберется. Включение ДС циклического кода. И здесь еще номер разряда, результат декодирования. Сам не знаю, извините меня, пожалуйста, за это. Ну, как бы в трех словах как-то вот так вот это все выглядит. Что-то здесь меняется. В общем, вот такая вот, такая вот штука. Это я не знаю, когда должно загораться. Может надо будет что-то тут выбирать, либо это еще не заведено, как бы. Еще контроллер в отладке находится. Ну, в общем, вот такая вот интересная штука выйдет в итоге. Студентам, думаю, понравится. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Кому интересно, пишите. Фирма Эпос, город Омск. Делаем всякие обучающие тренажеры, лабораторные для железнодорожников. Есть сибирные, движенческие. Ну, и вообще практически любые видовые макеты. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok